Дорога Мехримах, соболезную тебе. Я благодарю вас, мой повелитель. Всех опечалила внезапная кончина Рустема Паши. Хочу, чтобы ты была рядом со мной. Забирай детей и переезжай ко мне во дворец. Теперь тебя здесь ничто не держит. Нет смысла оставаться. Я и сама об этом думала. В ближайшее время я перееду. Буду рядом с вами. Мам. Повелитель. Все в порядке, Мехримах. Я следую советам лекаря и не волнуйся. Вы пожелали, чтобы Боезетта отдали нам живым и здоровым. Не передать, как я счастлива. Хюсреф Паша, который поехал в персидские земли, привезет его в столицу. И Боезетту достоится вашего прощения, не так ли? Боезетт совершил слишком много ошибок. Он не знал, когда нужно остановиться. Из-за него погибли тысячи наших людей, не забывая этого. К тому же он посмел столько времени укрываться под крылом моего врага. Вы же знаете, что Боезетт обо всем сожалеет. Он наверняка был вынужден искать убежище у Шаха Тахмаспа. Он подробно все вам рассказал в письме. Не пересеки он границу. Он снова встретился бы на поле боя с Селимом. И на этот раз они вступили бы в еще более ожесточенный бой. Прошу, прислушайтесь к мольбам моего брата. Отец. Довольно боли, что мы пережили. Мои братья умирают один за другим. Мы еще не оправились от потери мамы. Мы так и не смогли пережить эту беду. Не добавляйте к этим страданиям еще и боль за Боезетта. Знаете, если вы казните Боезетта, вместе с ним казните и меня. Твоё имя Боезетт. Твоё имя Боезетт. Твоё имя Боезетт. А шах Задо Боезетта весть и есть. Хюсреф Паша уже давно отправился в путь, повелитель. Скоро он должен прибыть в Казвин во дворец Тахмаспа. Надеюсь, шах не создаст нам трудностей и примет все ваши условия. Иншаллах. Каковы последние новости от шах Задо Селима? Он ждет ваших приказов в своем санджаке Конья. Прекрасно. Я знаю, что ты всегда направляешь и поддерживаешь шах Задо Селима Соколу. Я также осведомлен о твоем командовании в Канийской долине. Если бы не ты, последствия были бы ужаснее. Мы могли бы потерять шах Задо Селима. Упаси Аллах, повелитель. Хвала Всевышнему. Шах Задо вернулся с поля боя с живым и здоровым. Я, ваш ничтожный раб, только исполнял приказы, которые были отданы вами. Адмирал Пи-Али-Паша. Ты разгромил неверных на острове Джербе и одержал большую победу. Можешь просить, чего хочешь. Мне ничего не нужно, кроме одобрения нашего великого падишаха, повелитель. Прекрасно. У наших врагов не осталось ни капли сомнения, что наш флот-хозяин Средиземного моря и его полный властитель. Повелитель, я бы не хотел портить вам настроение после таких замечательных вестей, однако я должен кое-что сказать. Венецианский флот напал на порт Драч близ Албанских земель. Разрушения большие. Пи-Али-Паша. Все верно, повелитель. Мы немедленно укажем нашим врагам их место. Как смели после разгрома на Джербе. Они знают, что Шехзадеба и Зет сейчас в руках персов, повелитель. Поэтому думают, что могут как-то извлечь выгоду из этой ситуации. Солдаты из армии Шехзадеба и Зета, которые остались в османских землях, не повинуются. Они начали поднимать восстание в Анатолии. В таких условиях непросто с кем-то воевать. Этот вопрос мы еще подробно обсудим. Но, как вы знаете, место великого визиря все еще свободно. Покойный визирь Рустем Паша, да упокоит Аллах его душу, немало послужил нашему государству. Благодаря его немалым стараниям, наша казна полна. В государстве порядок, хвала Аллаху. Нужно, чтобы порядок поддерживался и дальше. Итак, решено. Алли Паша, согласно установленному порядку, я назначаю тебя на место визиря. Да будет это нам во благо. Для меня это огромная честь, Повелитель. Надеюсь, я достойно справлюсь с обязанностями великого визиря. Решила. Что это такое? Думаешь, эта мазь мне поможет? Надеюсь, Повелитель. В составе мази целебная земля. Если она и не излечит, то хотя бы ослабит ваши боли. Можешь идти. Прикажу накрыть стол, Повелитель. Мехримах султан пригласи. Хочу побыть с ней. Как прикажете. Повелитель. Вы взяли меня к себе на службу в дни, когда ваши раны от потери Шахзаде, Мустафе и Джахангера были еще свежи. И я был рядом с вами в самые трудные времена. Знаю, какую цену вы заплатили, чтобы унять голос страдающего отцовского сердца. Вы безмолвно терпели муки, страдали. Вам было тяжело дышать. Сильный яд от потери ребенка уже столько раз разъедал вам сердце. Знаю. Мне не пристало вам говорить об этом. Возможно, я покажусь непочтительным. Но решение, которое вы примете, снова погрузит вас во мрак ночи, Повелитель. Снова обречет вас на ужасную непереносимую боль. Можешь идти. Я тоже счастлива жить с вами под одним сводом, Повелитель. Когда приедет мой брат Боезет, когда все обиды останутся в прошлом, надеюсь, мы обретем покой и будем счастливы. Селим. Почему он снова идет в поход? Я уже не ребенок. Я справлюсь. Вы мне не доверяете? Боезет. Мой юный, отважный Шахзаде. Конечно, ты уже не ребенок. Ты уже юноша, поэтому ты останешься здесь. По-твоему, будет правильно, если все Шахзаде отправятся в поход? Если вы все пойдете воевать, кто будет охранять столицу? Мама говорит то же самое. Пусть тогда Селим здесь останется. Почему всегда я остаюсь? Спроси об этом не меня, а себя. Подумай, где ты совершил ошибку. О, владыка мира! О, мой отец, султан Сулейман! Я плоть от плоти твоей, кровь от крови твоей, отец мой. Убьешь ли ты своего Боезета, мой дорогой отец? Нет на мне греха, о, справедливый повелитель государства, о, мой отец! Субтитры подогнал «Симон»! Макеавелли, о государе. Рассказывай, Соколу. Что за срочное дело? Повелитель, с позволения Лаха нам удалось подавить восстание сторонников Шахзаде Боезета, поднятые против вас. Но мелкие стычки продолжаются. Однако, меня больше сейчас беспокоит Шахзаде Мехмед. Воспользовавшись тем, что он все еще находится в Амасье, люди бы из этого могут обрести силу и поднять большое восстание. Нужно что-то придумать. Я могу принять меры на этот счет. А если позволите, я немедленно займусь этим. Я надеюсь, что новая мась главного лекаря помогла вам, повелитель. Позвольте, я нанесу ее после еды. Вам это не нравится? Прикажу принести что-нибудь другое. Мне все безразлично, Гольфе. Я не чувствую вкуса. Можете отнести. С вашего позволения. С вашего позволения. Уже 50 лет. Прошло 50 лет с тех пор, как я попала в ваш гарем и познакомилась с вами, повелитель. Если эти полвека для вас что-то значат, я бы хотела сказать вам несколько слов. Конечно, значит, говори. Шахзаде Боезет вырос у меня на руках. После того, как я потеряла своего ребенка, на всех чужих смотрела, как на своих. Больше всего я нянчилась с Шахзаде Мустафой. И с Боезетом тоже. Еще с детства он был вспыльчив, дерзок и непослушен. Но у него добрый нрав. Он не злопамятен. Он не держит на сердце зла. Разумеется, то, что он сделал, оправдать очень сложно. Он заслуживает наказания. Однако, ни смерти, повелитель. Ни в коем случае. Для Шахзаде Боезет и наказания уже то, что он сейчас находится в персидских землях. Уверена, это убивает его больше всего. Повелитель, я вас очень прошу, когда будете принимать решение, руководствуйтесь милосердием, а не тем, что вы повелитель. Повелитель, прибыли ганцы из Козлина. Вести от Хюсрева Паши, к сожалению, неутешительные. Шах Тахмас подказался следовать договору. Он изменил условия и выдвинул новые требования. Более того, он приказал Шахзаде Боезет и его Шахзаде бросить в темницу. Тахмас посмел диктовать мне условия? Да кем в себя возомнил этот нечестивец? Да, Шах явно забылся, повелитель. Надо созвать совет, срочно! Как прикажете. Тахмас перешел все грани дозволенного. Его поведение недопустимо. Али Паша... Приказывайте, повелитель. Хюсрева Паше надо сообщить. Пусть известит Тахмас, что я отвергаю все его требования. Тахмас должен немедленно передать мне моих Шахзаде. Я сегодня же отправлю письмо Хюсрева Боше. Однако, повелитель, что если Шах откажется передать нам Шахзаде? В таком случае я пойду на него войной, ему не будет пощадой. Даже если это будет мой последний поход. Простите, повелитель, но в нынешних условиях поход против Персии противоречит интересам османского государства. Что ты хочешь, Соколу? По-твоему, я должен принять эти оскорбительные требования Шаха? Ни в коем случае, повелитель. На уступки идти нельзя. Я всего лишь имел в виду, что нужно все тщательно взвесить. Последствия похода могут быть очень тяжелыми. Не лучше ли продолжить... Разговор окончен. Либо Тахмаз поддает мне моего сына и внуков, либо я уничтожу его. Можете идти! Можете идти! Твоя мать бесполезна! Она не снимает боль! Побелитель, если позволите, мы можем испробовать настойку опия. Шейхзады Джихангиры вы этим ядом отправили на тот свет! Пошел с глаз моих! Вон! Повелитель. Как ты смеешь входить без оповещения? Кто тебе позволил? Мне сказали, что брат в заточении. Как ты можешь говорить о нем, когда я в таком состоянии? Выйди вон! И вы уходите! Оставьте меня одного! Когда речь идет о повиновении и единстве подданных государства, правитель не должен бояться быть обвиненном в жестокости, так как тот, кто был строг и карал, предотвращая беспорядки и волнения, милосерднее того, кто излишней милостью своей стал причиной совершения множества преступлений. Отец! Потому как беспорядки и волнения вредят всем подданным, а указ повелителя повелевает наказать лишь одного человека. Отец! 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 Макиявелли, ады судары. 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 Я оружейник и тайный гонец Сулеймана Га. Вашему высочеству послание от великого визиря Перимехмета Паши. Наш повелитель султан Селимхан Хазрет Лери в ночь на 22 сентября после ночной молитвы в военном лагере Чорлу отправился в свой последний путь и вознесся в рай великого Аллаха. Его высочеству Хазрету Сулейману необходимо прибыть в кратчайшие сроки, чтобы продолжить его дело. Макиявелли, ады судары. Мой повелитель султан Сулейман Хазрет Лери, династия ли Осман, и османский народ ждут вас. 1566 год. Да будет светлым ваш праздник, повелитель. Вероятно, Шахзаде Мурад не успеет приехать к праздничному намазу. Дороги сильно размыло. Из-за снега и паводка по ним трудно проехать. Главное, чтобы благополучно добрался. Повелитель, свита ждет вас в главном саду. Как вы и приказывали, намаз будет совершен в вашей мечети. Хорошо. Хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok Повелитель, сегодня, если желаете, совершим намаз в дворцовой мечети. А вашу мечеть вы сможете посетить в другой раз. Салиим, моя Завета, поздравляю вас с праздником. Вас тоже, Повелитель. И вас тоже с праздником, Султан Отец. Субтитры сделал DimaTorzok Повелитель. Отойди! Повелитель, позвольте, я лекаря позову. Вы уже много дней не знаете отдыха из-за болей. Сегодня праздничный день, а вы так страдаете. Лекарь приготовит лекарства и боли стихнет. Не хочу, Ферхад. Видно, в своей жизни я испытал еще не все боли. Великий Аллах мне справедливую кару послал. Повелитель. Моя Михримах. Пусть ваш праздник будет светлым. И тебе того же, моя луналикая. Присаживайся. Боли сейчас нет, отец. Вы хорошо себя чувствуете. Неплохо, хвала Аллаху. А когда ты рядом, еще лучше. Прежде праздники были другими. Дворец детские голоса наполняли. Кругом музыка, стихи, веселье. Все были так счастливы тогда. Все это осталось в прошлом и вернуть невозможно. ЗВОНОК В ДВЕКЛА РАСЛОК В ДВЕКЛА РАСЛОК В ДВЕКЛА Повелитель, я вижу, ты уснуть не можешь. И отвары снотворные не помогают. Что ж тут удивительного? Отец, который детей погубил, должен жить в муках. Сначала ты Мустафу казнил. Потом наш любимец Джихангир по твоей вине умер. А теперь и Безет. Кто бы что ни говорил, но это ты его убил. Потому как без твоей воли даже лист на дереве не может шевельнуться. Борисет, ты отправил в руки злодея. Оставил его на милость брата. А потому не надо, не надо мне говорить, что ты не повинен в его смерти. Все беды, выпавшие на нашу долю, произошли по твоей воле. Ради трона, на котором ты теперь даже усидеть не можешь. Неужели же стоило губить всех вокруг? Смотри, смотри, ведь на твоих руках кровь. И отныне никакие реки этой крови смыть не смогут. Что ты делаешь, Катун? Брось в наш! Повелитель. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова